Сейчас послушаешь наши иные радиоканалы, пятоколонные, которые говорят, вот в совке забивалась личность, да ничего подобного, это полное вранье, акцентировать, что развитие личности должно работать на общество. Это такой этичный подход. Конечно, это ренессансный подход. И вот эти люди, которые говорят про Россию, это люди, и противопоставляют это Западу, это люди глубоко провинциальные. Я жил на Западе, я знаю, как работает эта система, там насчет личностного развития не совсем хорошо. Там перспектива у тебя, если ты как винтик вписываешься в систему, это то, что приписывают сегодня критики советского общества, советскому обществу. Вот эта идеология такого глобального исторического оптимизма, она, конечно, не присуща современным обществам, в том числе и, к сожалению, российскому обществу. Тем не менее, это двигатель, мощнейший двигатель. Но вот что интересно, ведь в 50-е и первой половине 60-х годов идея оптимизма, она существовала и на Западе. И когда начался вот этот вот поворот конца 60-х, начало 70-х годов, который был осуществлен верхушкой мирового капиталистического класса, когда практически был остановлен технический прогресс и весь прогресс технический был свернут в сторону компьютеров, во-первых, это наука емкая вещь, не надо большого рабочего класса, не надо большого среднего слоя. И, кроме того, компьютерные технологии позволяют в перспективе манипулировать. Так вот, одной из задач, которую поставили Тавистокский институт, Римский клуб, трехсторонняя комиссия на рубеже 60-70-х годов, она по-английски звучит очень просто. To stamp out cultural optimism. Вырубить культурный оптимизм. И на Западе его вырубили уже к концу 70-х, начало 80-х годов. У нас это произошло десятилетиям позже, но не до конца. Да, вот советская фантастика, она не умерла, она мутировала, она превратилась в то, что называют сегодня боевой фантастикой. Боевая фантастика – это мир после катастрофы, но где русские люди выжили, вернулись к своим корням, и это учит оптимизму. То есть у советской фантастики, научной, есть безусловный наследник. Это боевая фантастика. Вот я сейчас только что прочел роман Тормашова «Холод». Ну, вот это оптимистическая вещь и очень правильная. И это, безусловно, наследник советской фантастики по прямой. Советская фантастика – это Ефремов, это ранние стругацкие, которые закончились на книге «Полдень, 22 век». Это замечательный, вот этот прекрасный мир, который потом стал исчезать, который уничтожили те, кто смоделировал себя по принципу прогрессоров стругацких. Потому что Гайдара Чубайса – это и есть прогрессоры, точнее регрессоры.